слух это очень важная вещь из-за того что вы не будете слышать не будет взаимодействия это очень важно данные наушники они самый выгодный вариант но основной их плюс в том что вы теперь услышите как бежит мышка блять на расстоянии двух километров во первых это цена во вторых удобство они глушат громкий звук я с вами спорить не собираюсь вы уже сами принимаете решение покупать это или не покупать всех приветствую друзья сегодня мы поговорим про наушники вы меня давно просили показать вам и сказать какие покупать наушники но их большое количество разных видов разных моделей разных фирм и так далее поэтому я покажу то что вот есть конкретно у нас и чем пользуемся мы а вы уже сами сделайте вывод покупать не покупать и так далее а перед тем как мы начнем друзья я хочу вас попросить подписаться на телеграм-канал ссылка в описании будет там у нас не вошедшие на youtube канал разные вырезки ролики там я делюсь полезной для вас информацией общаемся с аудиторией общаемся подписчиками отвечая на вопросы поэтому приходите по ссылке в описании в наше телеграм-сообщество и будем там на связи но так пока начнем про наушники итак начнем самого основного наушники наушники бывают разные есть неактивные то есть обычные которые глушат все вообще есть активные не радиофицированы и есть активные радиофицирован также есть разные крепления на них это вот такое вот обычное оголовье как и здесь и именно который крепится на рельсы на шлем значит конкретно наушники которые у меня представлены это forward impact sport это наушники ремингтон обычный тому на зоне их покупал и и армор и армор радиофицирован я знаю то что сейчас уже могут кто-то написать тоже блять дегера армор говно типа это плохой плохие активные наушники тогда я своим спорить не собираюсь я рассказываю о том чем пользуюсь я я расскажу вам про минусы про плюсы этих наушников и также в конце мы подведем небольшой итог что хорошо что плохо и я вам посоветую конечно что брать но вы должны сделать сами вывод в первую очередь под какие задачи для чего вы берете активные наушники но я вам посоветую универсальные наушники как для водителей артиллеристов пехотинцев и так далее итак переходим к делу ближе к делу первое с чего я хочу начать это не про радиофицированные наушники а про обычные вот такие вот наушники неактивные самые дешевые и тогда такие наушники если вы гражданский стрелок вы можете их купить чтобы стрелять на полигонах чтобы тренироваться и так далее если у вас нету денег на активные наушники зоны боевых действий я бы их конечно рекомендовал только брать артиллеристом либо парням которые не находятся на передовой прям то есть так скажем в гуще событий и это сейчас не камень в огород артиллеристов сразу хочу сказать артиллеристы выполняют очень большую задачу они очень помогают и честь им и хвала но мы сейчас говорим все-таки про наушники поэтому я буду я надеюсь вы меня понимаете о чем я говорю а то есть в этих наушниках вы ничего не услышите вообще то есть не голоса ничего то есть они будут полностью глушить вас от окружающей среды и для артиллеристов они подойдут поскольку выходили работаете 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 потом вам если кто-то очень громко снимет или бы вы увидели то что работа прекратилась вы их сняли и уже слышите окружающую среду приказы которые вам даются и так далее но я бы их не советовал особенно там для пехотинцев и так далее если у вас совсем нет денег вот это я могу посоветую только артиллеристов не активные наушники но все-таки пехоте нужны активные если вы рассматриваете вообще в принципе покупку активных наушников по таким я уже думаю достаточно сказал и вы поняли кому и для чего они нужны и какой у них самый главный минус то что вы в них ничего вообще не слышать как выстрелы вы не слышите так и приказываю не слышите ничего вы не слышите переходим дальше теперь про активные наушники одни из самых таких распространенных и по цене и по качеству и прям действительно неплохие наушники это поварды impact sport есть там разные модификации так далее это уже сами под себя смотрите стоят они от 10 до 20 тысяч рублей смотря где вы их найдете и по какой цене вам будут продавать опять же ребят я вам это просто вы меня почему-то обвиняйте в рекламе хотя вам просто показываю что у нас есть и делюсь с вами опытом делюсь с вами какими-то знаниями а вы уже сами принимаете решение покупать это или не покупать если вы сейчас ну начнете писать о том что их нигде не купить но ребят не я живу это виноват правильно и вы можете посмотреть также на авито может быть кто-то на авито их продает даже может быть бушными и дешевле главное просто чтобы они работают и так поближе теперь теперь немного отвлеклись продолжаем дальше активные наушники эти конкретно наушники не радио офицированы но основной их плюс в том что когда вы включаете включайте здесь включили и вы можете слышать окружающую среду полностью громкие звуки эти наушники немного принижают то есть для комфортного ну то есть чтобы создавать комфорт вашему слуху а тихие звуки то есть тихие они наоборот улучшают если вы передвигаетесь там в лесу либо там заходите в помещение так скажем скрытно они будут увеличивать тихие звуки но опять же не нужно сразу думать о том что если они увеличивают тихие звуки то значит вы теперь услышите как бежит мишка мышка блять на расстоянии двух километров нет это не так много работает данные наушники очень даже неплохие еще раз повторюсь и они по моему мнению универсальные то есть они подходят как и пехотинцам как и артиллеристам водитель то есть они подходят по большей части всем то что они не ради офицированы да это минус но опять же это не такой большой минус поскольку у вас рации чаще всего находится в подсумке и то есть если вас вызывают по рации вы в них услышите потому что они активны как я сказал вот эти глушат полностью все вот эти нет вы слышите также хорошо окружающую среду даже еще чуть лучше чем обычным слухом поэтому если вас будут вызывать по рации или вам нужно будет что-то сказать в рации вы ее достали сказали из то есть вы слышите короче все в этих наушниках также они подходят под шлем очень хорошо садятся вот здесь у меня ушастый шлем от атлас они под него отлично сядут только единственный момент нужно убирать центральную подушку чтобы оголовье наушников села хорошо и не мешало вашей башке это вот такой вот ушастый шлем который они садятся также у нас есть вот такой шлем от атлант армор он вообще полуухи вы снимаете также вот эту центральную подушку здесь очень хорошо в этом плане они сделали ребята прям вот так вот вы отрываете часть и они также отлично прям садятся сюда еще поскольку они полуухи они не будут закрывать вот этот микрофон на полноухим микрофон закрывается если вам нужны радиофицированные наушники то есть они конечно удобнее да но достаточно много проводов и кому-то это может быть неудобно поэтому я и говорю что данные наушники именно просто активные наушники они самый выгодный вариант между вот такими обыкновенными и радиофицированными то есть вы должны понимать что а кстати работают они от батарейки обычные мизинчиковые батарейки вставили и забыли на всякий случай не забывайте про запас нужно обязательно брать с собой батарейки про запас это очень важно ребят потому что они могут сесть вам нужно будет быстро заменить батарейки чтобы дальше наушники работали помогали вам и в общем не забывайте про батарейки как я уже сказал эти наушники являются самые универсальные в магазинах они есть потому что вот недавно мы буквально покупали несколько штук и отправляли ребятам поэтому ищите теперь мы переходим к радиофицированным наушникам а именно конкретно и арб итак друзья радиофицированные наушники и арма некоторые что даже я могу и сказать по факту в чем-то говорят о том что и армор они не очень удачные но я ими пользуюсь уже полгода и строя не у меня не выходили в плане их активная работа то есть приближение и улучшение тихих звуков это не очень короче работает то есть вы включаете вы просто становится вы слышите окружающую среду также какая обычными своими ушами но громкие звуки они уменьшают то есть это хлопки выстрелы там разрывы гранат и так далее они будут работать но тихие звуки они не будут приближать так и улучшать так как вот ховарды стоимость этих наушников если я не ошибаюсь варьируется от 12 до 20 тысяч рублей есть гражданские версии есть военные версии военные версии стоят там 25-30 тысяч рублей примерно так все везде по-разному поэтому я называю примерные цифры друзья как от чего они работают также от батарейки откручиваете отсек вставляете мизинчиковую батарейку в одно ухо и мизинчиковую батарейку в другое ухо и они у вас все также отлично работает органы управления на impact sport он здесь один такая поворотная шайба так скажем вы ее до конца выкрутили все они работают и уже потом можете регулировать под свой слух здесь же мы видим кнопки это кнопка включения увеличение и уменьшение как так сказать сигнала на данные наушники являются самым дешевым предложением на рынке именно радиофиксированные наушники да то есть у них есть выход вот так вот он выглядит который вставляется в рацию не конкретно в рацию а в специальный переходник 5t вы его вставляете у вас есть кнопка и уже от этой кнопки идет остальное провод в рацию то есть вы ее зажимаете и спокойненько говорите в микрофон данные наушники также как impact sport можно снять с оголовья вот здесь вот снимаете их полностью и можете вставить вот на данные переходники данные уши достаточно для меня удобные и строение меня не выходили вот уже порядка вот полугода я их использую батарейки кстати тоже еще не менял при активной работе если они у вас конечно круглыми сутками работают 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 до батарейки наверное возможно сядут быстро я это не проверял у меня все до сих пор работают все без проблем по поводу ушей да сейчас мы посмотрим то есть сидят они достаточно хорошо дискомфорт и лично у меня по крайней мере они никакого не вызывают то есть это я сразу хочу отметить потому что как бы у всех головы разные у всех все разные выходили включили все и вы можете в них работать то есть никаких проблем но лично у меня с этим нету сидят они очень хорошо никакого дискомфорта еще раз повторяюсь радиофицированы то есть у вас находится кнопка вы ее зажимаете и разговаривать как вы видите сидят они у меня достаточно плотно опять же никакого дискомфорта нету слышу я сейчас я себя слышу в них так же как и как будто без наушников как я уже сказал они не увеличивают сильно звук но самая главная функция то что они глушат громкий звук то есть это нужно понимать все удобно все нормально сидит но данные наушники если с оголовьем уж тем более они точно не сядут под вот такие шлема то есть они будут не очень удобны так сказать это сразу тоже нужно отметить потому что поскольку чаще всего пользуются ушастыми шлемами наши военнослужащие это шлема 6b 47 это какие-то вот коммерческие шлема как вот вот атлант армор либо там атлас и так далее чаще всего все выбирают наушники активные вот такого форм-фактора вида и так далее во первых это цена во вторых удобство ну то есть цена качество поэтому я бы вам советовал как универсальный продукт это вот такие вот обычные активные наушники можете брать ховарды можете брать какие-то другие вещи похожие то есть куча уже разных вариантов почему именно я выбираю хов потому что они узкие если вы обратите внимание то есть у них само вот это ухо она достаточно маленькая есть наушники шутер или как-то так они называются они прям жирные такие большие они вообще прям ну не лезут под шлем эти же все без проблем лезут и дискомфорта никакого особо не вызывают на этом я подытожу хочу вот что сказать ребят слух это очень важная вещь вы должны его защищать потому что потом то есть цена вопроса вашего слуха 10 если мы говорим про ховарда опять же 10-20 тысяч рублей и вы сохраняйте кучу денег на своем здоровье чтобы потом после окончания боевых действий когда вы придете домой не тратится на дорогостоящую медицину обследование так далее вы можете купить три пары наушников ну допустим возьмем их по цене средний до 15 тысяч рублей округлим это все еще вместе с батарейки до полтинника три пары наушников вам хватит вот так вот пятьдесят тысяч рублей цена вопроса вашего здоровья на врачей на обследование на слуховые аппараты не дай бог вы потратите раз в десять больше поэтому не пренебрегайте своим слухом своим здоровьем и раскошельтесь там подкопите денег если у вас нет и купите себе хорошие активные наушники если совсем уж нет денег на активные наушники то возьмите вот такие вот но опять же это точно не для пехотинцев потому что вы не будете слышать в них ничего да вы не будете слышать в них выстрелы то есть все будет с вашими ушами в порядке но вы не будете слышать то что вам говорят товарищи и ваши командиры то есть из-за того что вы не будете слышать, не будет взаимодействия. Это очень важно. Поэтому еще раз подходите к своему снаряжению экипировки правильно, сохраняйте свое здоровье и удачи вам!